Друзья, всем по привету! Сегодня будет небольшое дополнение к прошлому видео про китайские харды. То ли я как-то не так объясняю, то ли люди слышат только то, что хотят слышать. Поэтому иногда приходится делать дополнение, потому что отвечать на одни и те же вопросы в текстовом режиме сложновато. Мне проще записать ролик. Во-первых, ребята, я никогда не говорил, что Китай говно. Тем более, что я сам езжу на китайском мотоцикле. И причем, заметьте, не на топовом. Во-вторых, я очень хорошо отношусь к китайской технике. Все ролики снимают для того, чтобы вам было проще. Чтобы вы знали все косяки, чтобы вы знали, чего ждать от этих мотоциклов. И чтобы не было вот этих разговоров, типа Китай говно. Возможно, благодаря моим роликам и роликам других ребят, вы просто будете понимать, что это за мотоциклы. И сможете для себя уже сделать выбор, определиться, стоит вам покупать или не стоит покупать китайскую технику. Я считаю, это очень даже неплохо, когда есть дополнительная какая-то информация, не только от дилеров, да, не только рекламные видео, но и видео от владельцев. Если бы в свое время мне кто-то давал советы правильные, да, или хотя бы как минимум рассказывал про технику, я бы очень много ошибок избежал. Все мои товарищи тоже ездят на китайских картах, ну, в основном. Но это не первые ихния мотоциклы. К примеру, Саня ездил на Хондо Х11. Хорошо ездил, бодро. Сезона 3, наверное, или 4 он откатал. Кому его потянуло немножко на бездор, первым мотоциклом он купил Шеннерай 6С. Новый, в коробке. Откатал в два сезона. Получил какой-то опыт. Прокачал немножко скилл. Не пересел на ГНИК с 250. Сейчас катает. Но я думаю, что на следующий сезон, может, через сезон, он уже по-любому сядет на брендовую технику. Кум до сих пор ездит на СБР-929 Fireblade. Тоже, когда потянуло на бездор. Купил сначала Вайпера. Полностью его раздел. Для того, чтобы меньше повреждений было. Откатал приблизительно два сезона. Так же самое, они с Саней вместе катают в основном. Чему-то научился. Купил себе Кови Про в версии Кускварна. Но тоже через сезон 2 пересядет на КТМ или Кускварна. Может, еще что-то присмотрит. В любом случае, это будет брендовая техника. У ЖЭКи сейчас вообще 27-й мотоцикл. Я его знаю около 8 лет. Вот только на моей памяти больше десятка он поменял мотоцикл. От двухсот пятидесяток до литров и в обратном направлении. 25 из 27 у него были японцы. Японцы, европейцы. Он вообще категорически был против китайцев всегда. И когда его застегнуло в эндуро кататься, пытался себе выбрать какой-то японец. Он их покупал, пробовал, катался. Но в конечном итоге купил Геон Дакар сначала. Инжекторный 250-ку. Был очень доволен именно для тех целей, для которых он покупал мотоциклы вообще. Вот Дакар ему подошел больше всего. Но когда он прокатился на ГНХ, на КОВИ, в прошках, Дакар он продал. Казалось бы, зачем? Вроде бы Дакар такой же мотоцикл, такой же мотор стоит, подвески тоже регулируемые, колеса такие же самые. Ну то есть, какая разница? Управляемость, ребят. При всех равных управляемость у ГНХ, управляемость у КОВИ ПРО гораздо острее, гораздо лучше. Все-таки старый Дакар это кроссовый мотоцикл, и он хорошо едет по прямым, но вот с поворотами у него посложнее. Опять же, в сравнении, пока он не попробовал ГНХ, пока он не попробовал КОВИ, его, в принципе, Дакар устраивал. Сейчас катает на КОВИ ПРО КТ. В общем и целом, доволен, но уже посматривает на Бету. То есть, сезон 2, и он по-любому будет ездить на Бете. Я частично согласен с теми людьми, которые говорят о том, что скилл многое решает, но, ребята, скилл на дороге не валяется. Для того, чтобы его приобрести, нужно тренироваться. И вот эти китайцы за небольшие деньги, сравнительно небольшие деньги, они позволяют научиться ездить в околохардовом режиме. И потом, пересаживаясь уже на топовую технику, будет гораздо проще. Как минимум по эргономике, потому что они полностью скопированы с КТМ Husqvar. Я очень неплохо отношусь к китайским хардам. Но много говорить об этих мотоциклах я, наверное, не имею права, потому что я не езжу на них на постоянной основе. Могут они участвовать в гонках наравне с КТМами Husqvar или не могут? Это пусть, наверное, определяют люди, которые участвуют в этих самых гонках. А для фана, для тренировок это очень неплохие мотоциклы. Но нужно понимать одну очень важную вещь. Эти мотоциклы узконаправлены. Те, кто хочет ездить на них везде и повсюду, ну, наверное, будут со временем очень разочарованы. Они, в принципе, валят неплохо. Ну и, соответственно, у них большой расход. Можно, конечно, подкрутить карбюратор либо поставить инжектор. Будет жрать поменьше, но ехать будет чуть-чуть похуже. Но, во всяком случае, разница между трехсоткой карбовой и трехсоткой инжекторной сильно разительная. Я понимаю, что можно перепрошить. Да, вроде карты впрыска три есть через мобилу заливать, да, в инжектор. Но, опять же, если спорт режим перевести, то я думаю, что он тоже, инжектор, будет жрать немало. Но это все уже нужно проверять, как говорится, методом научного тыка. Для города на шашках вы долго не поездите. Постоянно переобувать мотоцикл. Даже на мотардовские колеса, да, переставлять его туда-сюда-обратно. Но, честно, очень быстро устанете, поверьте. Были ребята, с которыми я общаюсь. Они переставляли и на японской, и на китайской технике. Тоже думали, что взяли универсальный мотоцикл. Хочешь супер мотард, хочешь эндуро. Но очень быстро уставали от вот этих перекидываний колес туда-сюда-обратно. Там же не только колеса нужно перекинуть. Проставки менять. Вот передний суппорт, как минимум. Цепь надо менять. То есть иметь еще один комплект. Цепь звезды. В общем, это все напряжно. Мотоциклы очень неудобные. На какие-то дальние поездки. Я имею в виду по асфальту. Доехать, да, не вопрос. До места покатушек Ребята пришли уже к тому, что возят свои мотоциклы в бусиках, на лафетах. Почему так? А резина, ребят? Резину поджирает. На китайской резине долго не проездишь. На какое-то время, особенно летом, ее хватает. Но со временем начинаешь понимать, что под свои грунты нужно покупать определенный тип резины. Ну и, соответственно, она стоит дорого. И убивать ее на асфальте, ну, реально жалко. Ну и плюс, до места покатушек, вот как мы ездили с пацанами, тут километров 50, наверное, до куяльника. Ну, плюс-минус. У них расход получился, я уже не помню, одного под десятку, второго под девятку. Да, они тогда на обкатке были, как бы чуть больше поджирали мотоциклы, но все равно у них расход от семерочки. Поэтому тоже много не наездите, поверьте. Для этого есть другие мотоциклы. И разговор, ребята, здесь не о том, можно на китайских хардах принимать участие в соревнованиях или нельзя. Разговор был чуть-чуть о другом. Как практика показывает, не все знают, для чего какой мотоцикл подходит. Поэтому и было решено сделать несколько роликов на эту тему. А вот и Жекарь на своем Ковике. Вот эти мотоциклы, между прочим, самые крепкие из китайцев. Поэтому конкретно для тренировок лучше все равно ничего не купишь. И, кстати, цена у них, несмотря на то, что для многих она кажется высокой, но они новые, они на документах. Их можно поставить на учет. и они реально крепкие. Ну, а про пластик я уже говорил. Пластик – это расходник. Так что на пластик можно не смотреть. Ну, либо можно купить сразу топовый пластик. Там, я не помню, сколько долларов 200, наверное, весь комплект стоит. Ай! Ай! Ай-яй-яй! Вот для этого они, в принципе, и предназначены. Для того, чтобы отрабатывать какие-то более сложные элементы, учиться, пробовать. Вот эти вот все дырчики, они просто разваливаются очень быстро. на следующем видео уже поговорю с вами о выборе китайских соф-эндуро. Субтитры создавал DimaTorzok